Добрый вечер! В эфире информационная программа «День города» в студии Алиси Харлина. Смотрите в ближайшие несколько минут. Билет в Сирию. В Рязанской колонии отбывает наказание вербовщик в международную террористическую организацию. Умный платит дважды, мудрый не нарушает. В каких случаях штраф ГИБДД можно оплатить с 50% скидкой? В надежных руках кто и как сохраняет документы прошлых веков и как не заблудиться в километрах полок? Недавно руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета РФ Евгений Ильин заявил о том, что Рязань стала одним из городов, в котором ликвидированы террористические ячейки. Такие международные организации, как Хизбут Тахрир Алислами, Ат-Тахфир Вальхиджа, Исламская партия Туркестана и ряд других в России запрещены, но подпольно работали. Их деятельность пресечена в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Самаре и ряде областей. Сейчас в одной из рязанских колоний отбывает срок за помощь вербовки боевиков гражданин одного из сопредельных государств. Мы получили комментарии действующего сотрудника ФСБ России по Рязанской области. Формирование международной террористической организации Джабхата Нусра не оставляют попытки сорвать режим прекращения боевых действий в Сирии. Осужденный гражданин принимал самое непосредственное участие в вербовке нового пушечного мяса. Незадолго до ареста к нему обратился очередной клиент с просьбой отправить его в Сирию. Вербовщик охотно рассказал про нужный сайт, объяснил, как отправить фотографии и сколько будут оформлять документы для перехода через турецко-сирийскую границу. Показанный нами гражданин договорился с представителями незаконных вооруженных формирований, которые воюют в Сирии, с тем, чтобы те его встретили. Сообщил им данные о своем время прилете, аэропорте прилете. По мере его прилета его, соответственно, встретили на территории Турции. От задержанного следователи узнали, что клиента из Москвы отправили в Стамбул и поместили в гостинице, где временно проживали такие же лица, воюющие против действующего правительства и преследующие цель устроить всемирный халифат и расширить его сферу влияния, в том числе на Северный Кавказ, а это уже территория России. Вербовщику назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, с учетом, что он активно содействовал следствию. После окончания уголовного срока его экстрадируют на родину. Обвиняемый являлся выходцем одной из республик Средней Азии, ему свыше 30 лет. На территории Российской Федерации он проживал нелегально на протяжении где-то около двух лет. К другим темам. Интересная ситуация произошла в одном из рязанских медицинских учреждений. Пациентка за 2000 рублей убедила врача помочь продлить больничный еще на неделю, а взамен как взяточника сдала в полицию. Как пояснила девушка, это решение ей подсказал молодой человек с юридическим образованием. Руководствуясь статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации о том, что добровольное сообщение о даче взятки снимает все наказания, предприимчивая парочка получила несколько дней отпуска, осталась при своих деньгах и наказала доктора. Вместе с сотрудниками полиции в отношении врача был проведен оперативный эксперимент, в ходе которого девушка передала врачу 2000 рублей, которые до этого были ей вручены сотрудниками полиции. После чего данный врач был пойман, так называется, с поличным. У него в кабинете данная денежная сумма была изъята. После принятия с нового года закона о скидке в 50% на оплату штрафа в ГИБДД водители так охотно оплачивали провинности, что побили все рекорды. Такая возможность предоставляется законом не для всех нарушителей. И согласитесь, лучше узнать из прессы подробности, чем на своей шкуре испытать, как же работает этот механизм. При уплате штрафа лицом, привлеченным к ответственности за совершение административного правонарушения в области дорожного движения, не позднее 20 дней со дня вынесения постановления штраф может быть уплачен в размере 50%. Данные требования не распространяются на следующие случаи. Совершение лицом повторного административного правонарушения, связанного с управлением транспортным средством, незарегистрированным в установленном порядке, превышением установленной скорости движения на величину более 40 км в час, проездом на запрещающий сигнал светофора, выездом на полосу встречного движения или движением во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Также эти требования не распространяются на случай управления транспортным средством в состоянии опьянения или передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, невыполнение водителем транспортного средства требованием о прохождении медицинского свидетельствования на состояние опьянения, невыполнение правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, в котором он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции. До проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования. В случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено или рассрочено судьей, органам, должностным лицом, вынесшими постановление, административный штраф уплачивается в полном размере. Ничему не учат чужой печальный пример, говорят нам материалы уголовных дел. В 2015 году ветеринарный врач попался на липовых свидетельствах для осуществления транспортировки сельскохозяйственной продукции на рынок. Проще говоря, никто не был уверен в качестве продуктов, которые поступали в продажу с легкой руки такого специалиста. Но не успели ветврачу назначить наказание, как его преемник был уличен в том же самом преступлении. Предприниматели Рязанского района продолжали нести взятки по проверенному адресу. Учитывая, что эта экспертиза не проводилась, осмотр продукции не проводился, соответственно, вся эта продукция продавалась без каких-либо сертификатов, без фактических осмотров. Соответственно, конечные потребители несли определенные риски, потому что продукция могла быть и некачественной, и срок годности вышел. Хорошая новость для ценителей любительского и спортивного рыболовства. Племенное хозяйство Рязайнры Пром Сараевского района выступило спонсором бесплатной для города акции – зарыблению одного из муниципальных прудов. В летний период ценность водных объектов в черке города увеличивается многократно. Коренные жители и многочисленные гости с удовольствием устраивают пикники на берегу или усаживаются с удочкой. Сегодня под зорким взглядом многочисленных видеокамер было запущено в водоем более 500 толстолубиков. Толстолубик также относится к карповым, поэтому почему толстолубик вы спрашиваете? Потому как рыба неприхотливая, достаточно быстро набирает вес. И почему этот водный объект? Потому как кормовая база достаточно хорошая, акватория пруда большая, водная гладь тоже достаточная, глубина достаточная. То есть это комфортные условия для промыслового разведения рыб. Не прошло и месяца, как один из городских карьеров стал богаче на 10 тысяч мальков. Целая биокультура семейства Карповых уже работает на улучшение настроения и экологии. Это еще и экологическая функция, так как толстолубик, он питается в основном фитопланктоном. Оценить результат можно будет примерно через 5 месяцев. Когда человек принимает для себя решение поступать в историко-архивный институт, он либо романтик, который воображает себя будущим нестарым летописцем, либо труженик, готовый в тишине и одиночестве посвятить себя работе с архивами. В 2008 году в архивном фонде Российской Федерации хранилось более 609 миллионов единиц хранения на различных носителях, самые ранние из которых датируются XI веком, а самые последние – сегодняшним днем. Примерная длина полок, на которых расположены архивные документы, составляет 9 тысяч километров. Свыше 2 миллионов единиц уникальных документов бережно сохраняет только Рязанский архив. А вспомнили мы об этом потому, что именно сегодня в России отмечается международный праздник специалистов, которые иногда по крупинкам восстанавливают историю. Пока на Земле существует хоть один клочок бумаги с информацией, архивариусы и художники-реставраторы без работы не останутся. Иначе как узнать о том, когда и почему московский купец Пивоваров предъявил иск офицеру в 1792 году? Дело о продаже с аукциона имения поручика Селиванова. Каждый архивист рано или поздно задумывается о том, как продлить жизнь документов и спасти от, казалось бы, неминуемой смерти бумаги, пострадавшей в результате неправильного хранения или форс-мажорных обстоятельств. Это святая святых архива, лаборатория обеспечения сохранности документов. Документы, которые мы здесь реставрируем, в большей части относятся к 17, 18, 19 векам. Ну а им старее дело 1921 года. О политзаключенных Рязанского губернского лагеря принудительных работ, который когда-то располагался в здании Казанского монастыря. После реставрации документы сутки отдыхают на сушилках, после чего их аккуратно обрезают и складывают под пресс. Для пущей свежести можно воспользоваться специальным пылесосом, который ювелирно снимает пылинки с ценных бумаг. Весь этот процесс реставраторы описывают словно поэтапное приготовление самого вкусного пирога на свете, который можно подавать на стол любой королевской особи. Когда из под пресса мы их достаем, вот совершенно, абсолютно совершенно другой вид у этих документов. Галина Юдина работает в Рязанском архиве 10 лет, а вот ее коллега Людмила Чаплина готовится отметить 35-летие непрерывного трудового стажа. В 81 году она переступила порог еще парт архива, который много позже присоединили к архиву государственному. Два-три года последние как-то особо у нас поменялось. Новая бумага, новый подход к реставрации. До времена кальки и газовой ткани, проще говоря, обыкновенной марли, уступают место новой палочке-выручалочке – мекалентной бумаге из шелковицы. Удовольствие дорогое, зато прозрачная паутинка идеально закрепляет документы до революционного фонда и не влияет на качество текста. Набор инструментов у местных художников-реставраторов совсем не хитрый, а справится не каждый. Кисточка эта поменьше, бывает и больше кисточка. Ну здесь вот что, ножницы, скальпель. Конечно, у нас очень трудоемкая работа, требует внимания и все. Для нас так и осталось загадкой, как в этих бесчисленных километрах полок сотрудники архива находят нужную бумажку. К счастью для современников, сегодня есть способ получить нужную информацию в электронном виде. Книжный сканер за секунды сохраняет копию фолианта в компьютер. У меня дома есть компьютер, я все это знаю. Я просто хочу сказать, вот эта работа мне по душе. Я ее очень люблю. Это клировые ведомости, документы о службе лиц духовного сословия, обо всех архиерейских домах, церквях и так далее. Если приблизительно ориентироваться в датах, можно откопать много любопытного. От своей родословной до списков распределения квартир в 70-е годы. Говорит, это не ваша квартирка, не твой папа ее получал. Так что у нас можно много чего интересного наобноться. Все зависит от того, кто что ищет и кто почту видит. Чтобы полученное от работы вдохновение не хранить на дальних полках, воодушевленные редкими находками сотрудники архива устраивают удивительные выставки. Например, об участниках Первой мировой или Великой Отечественной войны. Где, как ни в архиве, искать уникальные снимки и бессмертные обрывки текстов. Знаете, даже гордость такая, что у нас такие документы, что все-таки это же ценно для нас. Это же наша история. Свой профессиональный праздник, признаются сотрудницы, они особенно не отмечают, но с удовольствием поздравляют друг друга. Главное здоровье, интересы большого к работе, чтобы наше желание работать и творить не стекало. Успокоенной мыслью, что ни один документ не канет в лету, мы тоже от всей души поздравляем сотрудников Государственного архива Рязанской области с праздником. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Если у вас есть темы для будущих эфиров, звоните в нашу редакцию по телефонам 720020 и 720021. А я желаю хорошего продолжения вечера и прощаюсь. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин